Ну и Евгений Плющенко, 16-летний чемпион России, прошлогодний серебряный призер Европейского чемпионата в Милане. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стройной лут. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прыжок во вращение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорожка шагов по кругу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аксель 2,5 оборота. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ещё одна дорожка по прямой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И комбинированным вращением со сменой ноги и со сменой позиции Евгений Плющенко заканчивает свою короткую программу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, подарили и нам, и всем телезрителям просто праздник три наших фигуристов, честно говоря, даже не ожидали мы, да, такого блестящего выступления, причём всех троих. Во всяком случае, я увидел три разных характера, три разных, ну что ли, мастера выступили. Каждый по-своему короткий. Вот в такой ситуации кому отдать предпочтение просто трудно сказать. Но есть определённые требования к короткой программе, поэтому судьи должны разобраться правильно, и это их обязанность. Светы, дружки в налёт летят. Очень любят Евгения Плющенко. И даже, я знаю, что в Японии существует клуб любительниц Евгения. И на этот чемпионат часть японских девушек приехала. На прошлом чемпионате в Милане были японские девушки. И вот здесь они присутствуют на трибуне, бурно приветствуя своего. Любимца. Но если говорить о той теме, которая была у нас в начале, то вот тоже 97-й год. Евгений Плющенко выигрывает юниорский чемпионат. И уже в следующем, 98-м году, серебряная медаль на чемпионате Европы и бронзовая на чемпионате мира. Вот такой стремительный взлёт из юниоров на самый верх. Ну и самое последнее его достижение – это победа на чемпионате России в январе совсем недавно. И я хочу ещё сказать, что Евгений Плющенко родился в Волгограде, тренировался в Волгограде в детской спортивной школе. Вот оценки, первая оценка. И Евгений Плющенко занимает второе место вслед за Алексеем Курмановым. Вот тоже любопытный момент. Судьи за короткую программу ему поставили на третье место, но тем не менее Алексей Ягудин Плющенко обходит, поскольку он...